Здесь просто грязно сейчас. Мы поднимемся, вот так вот пройдем по улице и придем вот в эту точку. И отсюда будет видна панорама как бы вот этого аврака. Мы можем снизу пройти, ничего страшного. Ну смотрите, просто уколы там. Грязно и грязно, ничего страшного. Если узнавать истинную обстановку дел в Тимоховском парке, значит никаких обходных путей. Так решил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган и приступил к осмотру. В первом взору министра предстал ручей, на котором положена дорожка и вместо моста он просто помещен в трубу. По заключению специалистов, вода в нем очень чистая и такого рода действия с ручьем были не оправданы. Труба положена без расчета и нарушен естественный приток ручея. То есть прохождение ручья по руслу нарушено без проекта, без особых на то документов. В связи с этим мы даем предписание привести все в соответствие и ущерб пока считать не будем. Директор парка на встрече присутствовать не смог, но его заместитель дал обещание убрать трубу и восстановить русло ручья. По ходу движения делегации дело дошло до, пожалуй, самого остро стоящего на сегодняшний день вопроса, который так волнует жителей города Видное и представителей общественных движений застройки оврага восточнее от центра парка и строительства дорожной развязки. До сих пор здесь идут пока дискуссии, споры, если будет стройка, то в каком объеме, где она будет, затронется ли это овраг. Здесь есть вопрос, как утверждают застройщик и городские депутаты о том, что необходима инфраструктура, то есть дорожная инфраструктура. Мы посмотрели, где она проходит, будет частично затронута березовая роща. И это большой вопрос, надо ли это и сможет ли город прожить без этой инфраструктуры, то есть без этой дорожной инфраструктуры. А учитывая, что город просто задыхается от нехватки дорог, многие жители выступят за строительство этой развязки. Вопросов больше, чем ответов, но что самое главное, как отметил министр, все вопросы под контролем. Окончательное решение, что будет находиться на территории Тимоховского парка, можно выносить только тогда, когда все стороны договорятся. О неоправданный ажиотаж вокруг застройки и иных недовольств жителей по поводу парка Александр Коган прокомментировал следующим образом. На сегодняшний день никакого повода даже нет для того, чтобы волноваться. Во-первых, потому что не выданы никакие разрешения, не утвержден проект планировки, не выданы там никаких даже ни ГПЗУ. То есть в данном случае достаточно долго уже этот проект лежит на городсовете. Он там приостановлен до того момента, пока не будет найдено компромиссное решение. В проекте на застройщика возложена большая социальная нагрузка. Предполагает строиться детский сад, потому что дефицит еще существует. И застройщик берет на себя обязательства в случае, если будет дано ему разрешение здесь строить. Здесь ключевой слой в случае, если ему разрешат здесь строить. Он готов взять социальную нагрузку. На заседании в администрации Ленинского района, на котором присутствовал и глава муниципалитета Олег Хромов, собравшиеся еще раз отметили, что все действия на территории парка будут совершаться только по согласованию с жителями. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.